У меня есть прекрасная клиентка, её зовут, не буду говорить, как её зовут, она ко мне ходила и на курсы по стройности, и на личную терапию по другим темам. И она в какой-то момент мне пишет, «Наталья, я наконец-то поняла то, о чём вы говорили, о том, что наше питание влияет на наше эмоциональное состояние. Так же и наоборот, наше эмоциональное состояние обусловлено нашим питанием». И она рассказывает такую историю. Говорит, «Я никогда раньше этого не замечала. Как же я раньше жила?» Так вот, история такова. У неё уже было достаточно к тому времени такое хорошее питание, чистое, она его вычистила при помощи работы с головой. То есть ей редко очень чего-то хотелось, какого-то химозного, вредного и так далее. Но тут она говорит, что муж принёс булочки, и она съела булочку или две, я уже не помню. И короче, она говорит, «Наталья, через полчаса что началось?» «Боже, боже, боже, боже!» Она говорит, «Я с одной стороны наблюдала за собой, вот своей уже осознанной частью, что я творю, а с другой стороны я понимала, что я просто это творю». Так вот, она говорит, у мужа поведение вообще не поменялось. То есть оно как было вечером у него, такое и осталось. Но она говорит, «Я начала на него обижаться, я начала на него злиться, я начала на него как-то агрессировать» и так далее. И она говорит, «Ну вот это стало происходить на пустом месте». То есть она говорит, «У меня было хорошее настроение в течение дня». И она говорит, «Ну, я знаю, что у моих стройняш хорошее состояние вообще эмоциональное, оно длится долго». То есть и когда вдруг появляются какие-то негативные чувства, это скорее исключение, то есть исключение, чем норма. И она говорит, «Боже, я наблюдала, как я на него злюсь, как он меня раздражает, как я обижаюсь на каждое его слово». Вот он говорит, «А я обижаюсь». И вот прям включается какая-то детская такая вот реакция на него. Ну, короче, и она после этого говорит, «Наталья, я поняла, что в вашей методике есть смысл, потому что мало того, что мы лечимся от эмоционального переедания, вы ещё и лечите нашу душу, потому что, ну, блин, вот эта вот еда, да, то есть с химозными добавками, не с усилителями вкуса, она очень сильно влияет на наше эмоциональное состояние». Так вот, я это давно уже заметила, я об этом всегда говорю на курсах, но больше в открытом доступе я говорю о том, что мы, скажем так, наши эмоции заедаем, да, ну потому что это привычнее и более понятно. А если я вдруг вот так ни с того ни с сего, как сегодня, но вы у меня уже подготовлены, вдруг буду говорить, что какие-то булки делают вас раздражёнными или раздражительными, или там ещё что-то, вот, ну, не пойму. Вот, и вот девушка как раз-таки, ну вот то, о чём я говорю, может быть, пойти до психиатра, ну вот, ну понимаете, вот как об этом говорить в открытом доступе? Непонятно. Ну ладно. Вот. Ну то есть, девочки, если вы хотя бы слушаете то, что я говорю, вот, и вникаете в то, что я говорю. Так вот, девочки, к чему я веду? К тому, что мы даже не замечаем, мы настолько в жизни неосознаны, мы настолько привыкли жить в тревожности, в агрессии, в раздражённости, что мы не понимаем, что наше эмоциональное состояние, оно во многом, да, зависит от нашей еды. И если мы постоянно едим химозную еду, вредную еду, еду с усилителями вкуса и так далее, то, ну, мы постоянно находимся в раздражённом, в тревожном, да, постоянно находимся в тревоге, мы находимся постоянно в страхах, да, то есть в агрессии, в раздражённости, в обидчивости. Мы даже не понимаем, что это еда, она влияет на наши эмоции. То есть вот понимаете, насколько важно, да, то есть работать со всех сторон, как вычищать головушку свою, да, то есть так и вычищать своё пищевое поведение, чтобы ни еда не влияла на наши эмоции, ни эмоции, да, то есть не влияли на то, что мы едим. Это очень сильно связано. У меня есть очень много клиентов, которые просто перестали есть какие-то продукты, и у них ушли панические атаки. Ну, то есть вот прям жёсткие, жёсткую, знаете, вот такие химозные сладости вот убрали, вот, то есть и сразу же ушли панические атаки. Кто бы думал, то есть вот ходили и к психиатру, и к психотерапевтам, и на длительную психотерапию, но при этом, понимаете, да, результаты были, но до конца не уходили. А причиной были, оказывается, сладости, которые она ела, да. То есть ну вот как? Кто поверит? Ну только Игнатова и её клиенты, которые проходят у неё психотерапию, у Игнатовой, да, то есть избавляются от зависимости к химозной еде, знают, как это жить в хорошем состоянии, да, и как это не отравляют ни своё тело, ни свою психику жёсткими эмоциями. Окей, я немножко расскажу, да, то есть какая именно еда. То есть вся еда, которая далека от, ну, от своего, от своей натуральности, она, ну, как бы несёт очень негативные, да, откладывает негативные следы, ну, в наших эмоциях. То есть, например, сладости. Ну, то есть все и привыкли любить себя сладостями, да. Но вот никто не замечает, что происходит после того, как съели эти сладости. Вот я это стала отслеживать, когда я голову свою почистила и своё пищевое поведение подчищала, то есть я долгое время там могла жить, там без сладости мне не хотелось. Потом вот раз, когда у тебя чистое тело, да, чистое сознание, съедаешь вот эту конфетку? Ну, непонятно, ну ладно, ну вкусно, наверное, непонятно. То ли сладкий пластилин, то ли вот, ну ладно, съела. И через какое-то время вот прям реально начинаете тремор. Такой вот тремор, да, то есть вот он панический какой-то внутри. И вот когда ты осознанно относишься к этому, да, и знаешь, что это из-за сладостей, ничего не произошло, ничего не случилось, да, то есть ты понимаешь, что, ой-о-о, боже, нафиг мне это надо? Вот, так что сладости, они точно, вот чем химознее сладости, чем больше в них добавок, чем больше в них сахара, да, чем больше, ну скажем так, усилителей вкуса разных, да, тем сильнее, да, то есть они у нас вызывают панические атаки, тревожность, агрессивность, вот эти вот агрессивные всплески, да, на пустом месте. Кажется, что муж взбесил, да, то есть на самом-то деле ты полкило конфет съела. Вот, и они обусловили твоё поведение в отношении мужа. Вот, поставьте, пожалуйста, единички, если понятно, о чём я говорю, то я рассказываю, может быть, вообще ничего не понятно. А я пока почитаю, что вы пишете. У кого сознание готово, тот вас понимает. Да, понимаю. Господи, что-то я не пойму. Хорошо. Сахарзанедитель. Смотрите, чем химознее еда, да, то есть чем химознее какие-то продукты, тем сильнее, да, то есть они вызывают. Вот сейчас у нас курс ППС начался, а я говорю девочкам, делайте то, что хотите. Вот есть рекомендации, хотите — берите их, хотите — берите частично, да, то есть я никому ничего не навязываю. Так вот этот эфир, да, то есть цель этого эфира — заставить вас задуматься и стать более осознанными и внимательными к тому, что происходит, да, то есть что у вас происходит в отношениях с едой. Смотрите, вот теперь, когда вы услышите Игнатову, то есть вы каждый раз, когда поедите какую-то еду, отслеживаете своё эмоциональное состояние. Сначала, то есть если химозная еда для вас вкусна, окей, то есть сначала вам вкусно. Вот. Но где-то через минут 20-40, ну вот полтора часа, да, то есть обычно такой вот промежуток, то есть в течение полутора часов отслеживайте, отслеживайте, как у вас дела с эмоциями. Вот. И вы сами будете понимать, какая еда вас ведёт к каким эмоциям. То есть я, конечно, могу сказать, что да, вот сахар, он там ведёт к обидчивости, но не обязательно. То есть вас он может вести к… У психика же у всех разная, да, то есть мы по-разному устроены, по-разному психический аппарат у всех работает. То есть вы просто отслеживаете, как у вас с этим, да, то есть что у вас, какие эмоции у вас. И потом, ну то есть если эта еда в вашей жизни будет повторяться, да, вы, пожалуйста, тоже, ну как-то, ну, проводите какие-то параллели, да, то есть выявляйте закономерности, то есть вы таким образом будете понимать, что, ага, вот, ну там вот эти вот конфетки, да, то есть они меня ведут там к раздражительности, да, а вообще мне, ну, мне оно надо, вот вот эта конфетка, да, то есть у меня есть выбор. Вот сегодня мне в хорошем состоянии вечер провести с моими близкими, там, с детьми, с любимыми или там сама с собой наедине. Или вот, ну, как бы я омрачу вот этой конфеткой себе эмоциональное состояние. Вот. То есть каждый раз тогда появляется выбор. Это и есть определённая осознанность. То есть когда мы не только думаем, ой, съела вредную еду, поправилась, пойду взвешиваюсь, что-то я чувствую, что у меня тут бока раздуваются и так далее. То есть вместо этого ещё и отмечаете, да, то есть что происходит на уровне эмоций. То есть это тоже вот эта осознанность, она вам будет давать ощущение как бы выбора, да, то есть есть вам эту еду или нет. Так, всё очень доступно, понятно и очень интересно. Окей. Я всё понимаю, но чем реже кушаю сладости, тем больше на мужа агрессирую. но ничего терпит, я иду дальше, отказываюсь от сладкого. Смотрите, Света, это хорошо, что вы написали, давайте я отвечу. Вот когда у меня девчонки на курсе работают с пищевым поведением, и, ну как бы у них происходит добровольный отказ, они себя не держат, не заставляют отказываться от сладкого, а они при помощи психотерапии, при помощи написания мозга-ритмов, да, то есть убирают свою именно психологическую, химическую тягу к еде, то тогда, ну как бы сладости и еда, ну нет, еда и эмоции, они становятся несвязуемыми. Если же вы, смотрите, сладостями заедали долгое время злость на мужа, ну то есть мы, как люди, мы склонны заедать проблемы. Если мы не лечились у Игнатовой, то люди склонны, да, то есть вот. И тут, ну допустим, женщина не вы, Света, другая женщина, её злит муж, раздражает её муж, и она сама того не подозревая, она вот, ну как бы пытается эту злость подавить, ну не менять же мужа, правильно? Вот, то есть она заедает эту злость. И вот почему-то ей каждый вечер хочется сладости. Она не задумывается, почему. А на самом-то деле дома муж, вечером дома муж, понимаете? То есть и поэтому, вот, психика, она уже привыкает к тому, что, ну как бы дома муж, надо сладости. Это как рефлекс собачки Павлова, да? То есть у нас рефлексы переедания, так сказать, за, ну как бы фиксируются. Вот. То есть и тогда по вечерам девушка ест сладкое. Ну чтобы вот это вот немножко облегчить, да, себе состояние по вечерам. И тут девушка поправляется, и она решает ограничить себя в сладком. Как только она убирает сладости, у неё на поверхность сознания вылезает злость на мужа. И если она не работает с этой злостью на мужа, в момент, когда она убирает сладости, то тогда злость будет всё больше и больше подниматься. Лекарства от этой злости нет, в виде сладостей, анестезии в виде сладостей в отношении этого, в отношении злости к мужу нет. И тогда действительно, чем меньше сладостей у человека в жизни, тем больше злости на мужа. Надеюсь, это понятно. И именно поэтому, девочки, я всегда говорю, за каждой вашей тягой к какой-то еде стоит какая-то эмоция, стоит какая-то неразрешённая проблема, какой-то неразрешённый внутренний конфликт. И именно поэтому на своих курсах, да и на марафончиках маленьких, на бесплатных, я работаю именно с устранением этих психологических первопричин. Мы работаем с эмоциями, мы работаем с переживаниями, разрешаем вот эти внутренние конфликты. И тогда проблема решается, понимаете? А тяга к какой-то еде, с которой у человека была тяга, она уходит. Поэтому, Светочка, вот вам бы пописать масгаритмы на мужа, поделать практики на мужа, и тогда из вашей жизни, если вы можете без сладкого жить, ну как бы на силе воли, то тогда от сладости не нужно будет отказываться, вы их просто хотеть не будете, понимаете? И отношения с мужем наладятся. Да, понятно, спасибо, хорошо. Так, я смотрела фильм «Ага, сахар». Не знаю, только есть он на русском? Есть, есть. Очень советую его посмотреть, девочки, кстати, да. Фильм «Сахар». Вообще очень советую его посмотреть, он прям такой. Он очень сильно отрезвляет. Так, вот, тоже я из-за мужа толстая. Ну, смотрите, миленькие мои. Ну, блин, конечно, можно говорить, что как бы муж виноват в том, что вы толстая. Ну, в этом есть доля правды. Ну, то есть муж вас раздражает. Но если взять ответственность на себя, то это вы раздражаетесь на мужа, и это вы набираете лишние килограммы и заедаете злость на мужа, понимаете? Ну, то есть я смеюсь, конечно, но в этом вы понимаете, да, я надеюсь? Вот, то есть поэтому, да, вот муж виноват, конечно, можно сказать. Но при этом, ну, допустим, у меня есть эти методики, да, я их на курсе вон даю и на бесплатных марафонах. Ну, хотя бы из бесплатного марафона делайте практику на мужа, ну, избавляйтесь от злости на мужа, так, чтобы он не был причиной вашего лишнего веса, и чтобы вес уходил. Так. Как принять свой характер? Слушайте, ну, с характером можно работать. Я не знаю, как принять свой характер. Если вам в вашем характере что-то не нравится, вы можете его поменять, ну, вы можете это поменять. Ну, то есть многое можно в себе поменять. То есть, допустим, если вам не нравится, что вы раздражительная, можно писать мозговитмы, да, и эта раздражительность будет уходить. Будет уходить, и раздражительность на это место будет приходить гармония. Если вы обидчивая, то можно писать мозговитмы на обиду, да, то есть избавляться от этих обид. Если вам не нравится, что вы неуверенная, опять мозгаритмы в помощь. Если у вас страхи и вы тревожные, мозгаритмы в помощь. Если вы боитесь выступать, не знаю, публично, мозгаритмы в помощь. Если вы боитесь себя проявлять в новых компаниях, мозгаритмы в помощь. То есть, ну вот так. Я не думаю, что, знаете как, очень сложно принять в себе те черты, характеры, которые тебе не нравятся. Я за то, чтобы их исправлять. А исправлять их можно очень легко при помощи психотерапии, ну и при помощи других каких-то моментов. Так. Хорошо. Я просвязилась. Спасибо вам, что разобрали на месте. Так, так, ага. Я не толстая, но сладкая люблю. Люблю. Ну хорошо. То есть моя задача вам только лишь рассказать, понимаете? То есть я не говорю, что отказываетесь от сладкого. Я не говорю, что там, знаете, вот, ну там, ай-яй-яй, не надо, нельзя это есть и так далее, да. Так, сейчас, секунду. Я хочу ещё в Телеграм зайти, почитать, что девочки пишут. Интересно. Сейчас, девочки, секундочку. Вот, то есть, смотрите. Ещё проговорю про разную еду. Вот, то есть, смотрите, в каждой еде нам кажется, что она, ну, типа даже полезная, да, вот. Но, тем не менее, в них есть, в этой еде нужно всегда проверять еду на добавки, да. То есть, вот, недавно я написала пост про ежки. Вы, пожалуйста, его почитайте, да, и смотрите, есть ли в еде вот эти вот ежки, да, то есть, вот этот глютамат, натрия, там ещё какие-то, да, усилители вкуса. То есть, все эти усилители вкуса, они, во-первых, ну, я уже об этом говорила, они, во-первых, отрубают, да, то есть, выключают центр насыщения. Ну, вот, допустим, ладно, давайте прямо на примере. Допустим, пришли вы в ресторан и заказали себе, ну, какое-то блюдо, а там шеф-повар посыпал глютаматом натрия, не солью, а глютаматом натрия, какими-то специями, в которых тоже есть ежечки, какие-то усилители вкуса и так далее. И вы едите там какое-то блюдо вкусное в ресторане, в хорошем ресторане, и чувствуете, что вы едите, а у желудка как будто нет дна. Вот нет дна, то есть, вы чувствуете, что вот ещё хочу, я ем и не наедаюсь. Вот у кого было такое состояние? Двоечки поставьте, ем и не могу вот наесться. Вот глаза голодные, да, то есть, не чувствую, то есть, ем, ем, я чувствую, что живот уже вот такой, а насыщения не чувствую. Вот это явный признак того, что вы съели еду, в которой есть вот эти усилители вкуса, особенно глютамат натрия, и эти усилители вкуса отрубили, просто перелезали, выключили центр насыщения, и тогда вы не чувствуете, вы просто не чувствуете насыщения. Насыщение уже давно было, но как бы сознание его проскочило, и центр насыщения не работает, да. Вот, то есть, вот такая еда, вот любая на самом деле еда, с которой вы едите и от которой вы чувствуете вот такое вот ощущение, что не можете наесться, там точно есть усилители вкуса, глютамат натрия, вот всё-всё-всё там напичкано, вот. Даже если эта еда типа по, ну как бы, под грифом там всё, вот, всё правильно, всё здорово, всё без ГНО и так далее, да, но, тем не менее, факт остаётся фактом, тело не врёт, да, то есть тело съело вот такую, там, не знаю, миску чего-то, да, а не наелось, это говорит о том, что центр всё отключен. Вот, так вот, такая еда, она ведёт каждого к своим эмоциям. То есть я вот, допустим, помню, то есть, ну мы знаем, что во всём фастфуде добавляют кучу химозы, да. Вот мы с мужем, допустим, когда ходили, ну, фастфуд, я очень любила разные, не буду называть какие, какие, ну вот, знаете, в торговых центрах есть вот эти вот, вот, как это, этажи даже целые, да, где вот там вот всего. И вот мы просто отрывались с мужем по всему, вот. И вот поешь вот этого вот фастфуда, я помню, я опишу своё состояние, у вас может быть другое. И вот где-то, во-первых, спать хочется, но это ладно, понятно, что организм столько, ну, энергию оттягивает на то, чтобы переварить. И я вот, знаете, у меня что появлялось после фастфуда? У меня начиналось самоковыряние. То есть, это не раздражение на кого-то, это не там ещё, ну, то есть, никто меня там не раздражал, ничего. А у меня прям начиналось самоковыряние, я прям чувствовала, как я сама себе не нравлюсь, я вот к себе придираюсь, вот каждое действие оцениваю, да, то есть, выискиваю недостаток и его раздуваю внутри. То есть, у меня это было вот, ну, когда я уже стала более, осознанной в отношении еды, и еды вот этой химозной становилась всё меньше и меньше, да, в рационе, то есть, я стала отслеживать вот эти состояния. И у меня вот это вот было после фастфудов, вот. После колбас, вот этих вот всех, колбасы копчёные, сырокопчёные и так далее, другие были состояния, другие, они были на уровне… Это даже не придирки к себе. Я не могу описать, правда. Вот это какое-то мерзкое чувство. Вот оно такое липкое, мерзкое, очень неприятное. Вот верите, я не могу слов найти. Вот я его сейчас как-то внутри вспомнила, да, и чувствую, но не могу даже. Вот оно ни с чем не связано, оно даже не с самоковырянием связано, а оно просто вот через какое-то время, да, то есть вот просто, ну вот, как-то, я расскажу на дусе. Вот. То есть, поэтому задумывайтесь, да, когда вы что-то съели, то есть отслеживайте свои эмоциональные состояния и понимаете, что может быть, может быть, это не, ну, как бы не кто-то вам настроение испортил, потому что, ну, это мы позволяем себе настроение испортить, да, но часто еда, ну, как бы, еда, я сейчас скажу, найду слова, то есть она омрачает наше эмоциональное состояние. А, вот, я после сыра злая пипец, вот Таня пишет, была. В жизни Тани уже сыра нет. Так, после картофеля раздувает. Ну, вот смотрите, есть, то есть понятно, что после еды такой вот забористой, там, химозной, плотной и так далее, понятно, что нас раздувает, да, то есть нас раздувает, я помню, что у меня щёки вот такие становились, вот, всё вот так, да, вот. Но при этом ещё и эмоции, отслеживайте эти эмоции. А вермишель по-флотски не могу наесться. Вот, знаете, если в этой вермишели есть какие-то специи, вот, если есть какие-то специи, то, ну, как бы, скорее всего, просто отрублен, ну, там отрубается центр насыщения. Так, начала делать практики и появилась лёгкость, ощущение, что у меня уже нет лишних КГ. О, супер! Как вы относитесь к стевии? Одобряете или всё же нет? Слушайте, нормально, наверное, то есть я её просто не ем. Я её нигде не кладу, для меня она горькая какая-то. Какая-то горькая, мне невкусно. Сколько лет вы уже стройнеете? Я уже постройнела, я живу стройная много лет. Спасибо, Жень. Так, почитаю, что девочки пишут в Телеграм. А, вот девочки тут пишут, чем объедаются. Хорошо. Поехали дальше. Да-да, сразу кажется, что ты поправилась на 25 КГ сразу, да, после вредной еды. Это правда. Как похудеть? Помогите. Слушайте, ну у меня вот только курс начался, только курс пробуждения природной стройности начался. Мы там к стройности идём при помощи работы с головой. Ну, можете мне в директ написать, если очень хочется, может быть, мы вас пустим. Окей. Ну, то есть просто набор уже закрыт. Вот. Но если очень хочется, то можете написать в директ и подумаем, что с вами делать. Окей. Что делать? То есть если мы сегодня говорим про эмоции, да, и про еду, которая омрачает наше эмоциональное состояние, то было бы хорошо, чтобы мы периодически устраивали себе хоть какой-то детокс. Ну, детокс может быть прям таким хорошим, да, а может быть лёгеньким. Ну, хороший детокс – это когда, ну, вот вы убираете всю химозу, да, допустим, на какое-то время, если у вас есть зависимость к этой химозной еде, то хотя бы на какое-то время, ну, нужно практиковать, да, чтобы, ну, организму дать почиститься. Потому что, представьте, если мы постоянно эту еду едим, да, то есть мы обречены на раздражённость, на тревожность, на агрессию, там, на плохое настроение и так далее. И хоть иногда делать себе, ну, хотя бы двухдневные, хотя бы трёхдневные детоксы, да, то есть, но делать не в состоянии, что очень важно иметь, как бы, состояние, не в состоянии, что вот я ограничила себе и себя от еды какой-то там, и вот теперь страдали, сострадаю. Нет, из другого состояния. Я помогаю себе почиститься. Я помогаю своему телу и психике почиститься. И когда у нас отношение к этой очистке, ну, такое более разумное, да, и более правильное, тогда наше тело и наше сознание, и наша Личность, они не страдают. Не страдают они, понимаете? Вот. Ну, хотя бы дня два-три, то есть, проводите на еде без химозы. Ну, то есть, окей, пусть в вашем рационе останется там мяско или рыбка, какие-то крупы, овощи, фрукты, да, но поменьше вот этой химозы. Старайтесь в эти дни хотя бы меньше приправ использовать, да, потому что в приправах там достаточно много глютамата натрия, которое отрубает, да, центр насыщения. Вот, такие деньки, ну, хотя бы раз в три недели устраивайте, чтобы себя подчищать. И это будет хорошо и для вашего тела, да, и для ваших эмоций. Если, ну, как бы сложно, да, то используйте мои практики из бесплатных марафонов хотя бы, чтобы себя поддерживать в эти три дня и не сорваться. Также я рекомендую, ну, если вам хватает осознанности, то хотя бы раз в неделю проводить день, ну, такой, вот, знаете, лёгкий день, ну, как бы без животных, ну, без продуктов животного происхождения. Вот, без химозы, без продуктов животного происхождения, так, чтобы помогать организму тоже очищаться от шлаков и токсинов, чтобы вашему организму было полегче. Вот. Можно, конечно, длительные детоксы проводить, но это лучше под наблюдением, да, вот, допустим, у нас на курсе, у нас детокс будет длиться 14 дней. Ну, 14 дней мы будем постепенно, да, вот, девчонки завтра уже начнут постепенно, да, двигаться к более чистому-чистому-чистому питанию. Потом будут дни такие лёгенькие, да, то есть и в какой-то день, вот это самый мой любимый день на этом детоксе, в какой-то один день, я не буду говорить в какой, чтобы девчонок моих ПП-сниц не программировать, приходит вот такое, знаете, состояние, когда ты и голову чистишь мозгоритмами, практиками, и чистую еду ешь, и потом на лёгкую еду переходишь. И в какой-то день он вот есть у нас. Ты просыпаешься, а у тебя внутри звенящая тишина и ощущение чистоты. Вот абсолютная ясность сознания, тишина не единой эмоции, да, вот просто тихо и хорошо, и ты чувствуешь, что твоё тело чистое. Боже, хоть тоже с вами, девчонки, заходи на этот детокс. Вот, это просто божественное состояние. Я девчонкам говорю, девочки, берегите, пожалуйста, вот эту тихую радость, вот это состояние чистоты и тишины внутри, ну потому что его легко достаточно расплескать, да. Вот, то есть поэтому, девочки, вы, ну то есть можно, конечно, на какие-то длительные детоксы, но там обязательно нужна психотерапия, чтобы вы не сорвались. И вот если там длительный детокс или какие-то скандалы, а ты просто, ну вот, не реагируешь, не потому что ты бессердечная, а потому что ты не позволяешь другим людям ну как бы растрачивать свою энергию. Вот, то есть мне вот это хотелось вам сказать и в первую очередь призвать вас к осознанности, да, то есть не только к тому, чтобы вы избавлялись от там вредной еды для того, чтобы постройнеть, а еще и для того, чтобы внутри у вас было хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...